Привет! У меня в руках Nano Long Air и этот спиннинг пришел на смену Long Carbon. Мы уже делали подробное видео с One Air, где подробно сравнивали его с One Carbon. Изменения в Long точно такие же, так что если хотите узнать все подробности, посмотрите это видео. Ну а если говорить вкратце, то у спиннинга поменялись кольца, их расстановка, большие изменения были в рукояти, в итоге спиннинг стал легче, он стал более чувствительным и удобным. В общем, по ощущениям, совершенно другой спиннинг. Сейчас я нахожусь в Астраханской области и решил я себе найти какой-то водоем для рыбалки. Я просто выбрал направление, ехал и проезжал разные водоемы. И вот этот первый водоем, который мне понравился, на котором я решил остановиться. За спиной остались и какие-то совсем маленькие ереки и достаточно крупные большие реки. Я же выбрал для себя вот такой вот ерек средних размеров. Видел сразу, что здесь достаточно много перспективных мест. Это и различные кусты, и повороты, и видно то, что местами на дне есть растительность. В общем, все те знаки, которые говорят о том, что это интересное место и вот этих мест точно должна придерживаться рыба. Ну и под габариты этого ерика, как по мне, Nano Long Air должен подойти хорошо. Длина у него 196 сантиметров. Тест от 0,5 до 3 грамм. Так что здесь, я думаю, смогу комфортно половить этим спиннингом и на ближней, и на средней, и на дальней дистанции. Ну и в рамках теста смогу его комфортно погонять. Так что отправляюсь ловить и рассказывать вам об этом спиннинге. На спиннинге я поставил катушку Dive Alluvia LT в двухтысячном размере со шнуром от Яматоя в диаметре 0,2 PE. А вот так выглядят результаты замеров дальности заброса Long Air и Long Carbon с одинаковой катушкой и шнуром. Вот первая точка, с которой я и буду начинать сегодняшнюю рыбалку. Точка интересная и, как по мне, очень... Ух ты! Похоже, очень перспективная. В общем, береговая зона, есть небольшой свал, а здесь нависающие кусты. Слева нависающие кусты. Дальше тоже есть места, где можно покидать. Там еще на свале как раз видна какая-то растительность. И сейчас вот вижу, прям как под этими кустами стоит какая-то рыба. Мирная, но такая неплохая по размеру. Шуметь не будем. Аккуратненько начну ловить. Начинаю я ловлю с мормышки весом 0,45 грамм и типси 1,2 в рубиновом цвете. И там очень хорошая рыба по размерам стоит. Грамм, наверное, под 300-400. Проводка с такой легкой тряской. Ага. Это стоят красотки-красноперки. Кстати, я сначала так и подумал. В общем, вот она, первая рыбка на мормышечку. Вообще, Nano Long Air это спиннинг для мормышинга, nano-джига и микро-джига. Палочка не очень жесткая и отлично работает с самых низов теста. То есть, вот этот мой монтаж, мормышка 0,45 плюс типсик 1,2, что суммарно примерно дает полграмма. Это уже комфортный рабочий вес. Причем спиннинг позволяет использовать и более легкие мормышки, например, весом 0,3-0,4 грамма. За счет не очень жесткого бланка спиннинг забросит этот вес. Да, контроль будет в проводке не идеальный, но ловить можно. Ух ты, сразу. Только сменил приманку и вот еще одна красотверка. Так. Ну, она уже попалась на темненький white bait 42 цвет. Подумал, что в жаркую погоду темная приманка может сыграть и первый заброс принес рыбку. Сейчас просто безумно жаркая погода. Примерно плюс 33, плюс 34. Полдень. А нет, не облачко на небе. Я думаю, рыба будет капризничать, конечно, сегодня. И вот посмотрим, насколько смена на темный цвет сыграла. Сейчас сразу была еще поклевка. Неужели настолько? Кидал эту же мормышку серебристую с красным типсиком. Было прям вяло. Сейчас второй заброс, вторая поклевка. Мормышку стараюсь держать в верхнем слое. Заглубляем максимум сантиметров на 50. Ух ты, еще и змеи тут. Так, уйди. Некрасивая какая-то змея, не внушает доверие, если честно. И уже не первая штуки три видел таких. Ладно. Попробуем не беспокоиться из-за этого. В общем, веду в верхних слоях воды, потому что прям видно то, что красноперка, которая стоит, она питается, она что-то подбирает с поверхности. И поэтому нужно подавать приманку в верхнем слое. Вот поклевка. В общем, темные цвета рыбки больше интересны. Еще одна красотка. Рыбка на водоеме есть, она кушает. И это самое главное. Сейчас буду переходить на шарнир. На весах больше полуграмма. Мормышки я практически не использую. Особо в этом не вижу смысла. И будем облавливать уже нижние слои. Для этого я сейчас поставлю чебурашку 0,75 грамм и приманку полярис 1,2 в машинном масле. Все-таки темные цвета вроде бы работают чуть лучше, поэтому такой более темный цвет и предложу рыбке. Вообще с Long Air также можно спокойно ловить на шарнир 0,5 грамм. Обратная связь с приманкой есть, но визуального контроля еще нет. А вот как раз таки с 0,7 и появляется визуальный контроль. А тут еще у нас и рыбка появляется. Ну это окушок. Его, в принципе, я и здесь ожидал встретить. Такой вот небольшой песчаный пляж. Травка по бокам. Неплохая точка. Так. На чем мы остановились? На визуальном контроле. Здесь он как раз таки появляется вот примерно с этого веса 0,75 грамм. Конечно, здесь не лучшие условия для демонстрации работы вершинки, потому что течение в мою сторону, а дно не супер жесткое. Рыбы клюют безумно что-то. Но легкий отыгрыш на этом монтаже есть. Ну вот. Сейчас веду проводку с левой части, то есть на себя тяну против сечения. И вот он. Легкий отыгрыш. В спокойных условиях все, конечно, видно лучше. Сменил я точку. Это поворот реки. И он мне показался интересным. Часто на поворотах есть какие-то при ямочки. А еще на противоположном берегу впадает какой-то небольшой канал либо ерик. И такие места тоже нравятся рыбе. Начинаю постепенно укропняться. Поставил нимбл 1,2 в 42 цвете на чебурашке полтора грамма. Уже под берегом. В ногах самых. Акушерик был. Давай киньте прям по бровке. Здесь вот прям четко видно, как вдоль берега идет бровка. Буквально через метр от уреза она начинается. И может быть и не нужно далеко-то кидать. Может быть в вторых ногах на этом участке. Ага. Да. Вот он ты. Ну согласитесь, отрабатывает просто шикарно. Прям прекрасная работа спиннинга. Кто это? Ну акушерик уже прям неплохой. Вообще мне очень нравится как лонг вяжет рыбу. А я думаю вы и сами видели как он сегодня отрабатывал и окушков и красноперку. Но в то же время он отрабатывает хорошо. И вот такую вот мелкую рыбу буквально по 10-15 грамм. Будет какой-то мелкий окунь либо уклейка. И при этом он не пасует при поклевке бонусов. Клюнет у вас допустим щука в районе килограмма либо какой-то крупный мирный хищник. Палочка будет отлично отрабатывать эту рыбу. Да, верхняя часть она будет прям сильно загружаться. Но это именно верхняя часть. Она здесь гибкая достаточно. А вот комель он более жесткий и более мощный. То есть контроль над рыбой не теряется. Ну а среди проводок именно в донных монтажах отлично работает простой двойной подброс. Не нужно ничего придумывать. Изобретать рыбка в целом. Как оказалось достаточно активно несмотря на жару. И просто дважды подбрасываю приманку. Не ступенька, а именно подброс. Такая универсальная проводка и для пассивных и для активных приманок. Но сегодня все-таки рыбки активные. Активные. Красавчики какие здесь, а? И заглатывают приманку тоже. Прилично прям. Ну и касаемо работы весов полтора-два грамма, то с этим весом у лонга все замечательно. Палочка позволяет задавать самую разную проводку и какую-то активную, агрессивную. И в то же время можно мягко, плавно подавать приманку. То есть на таких весах проводка может быть совершенно любой. Да и вообще Nano Long он понравится больше всего в первую очередь тем людям, которые не любят жесткие спиннинги. Вот именно жесткие. Не стоит никогда путать жесткость и строй спиннинга. Это два разных понятия. Например, Long он быстрый по строю, но именно не жесткий. Он более упругий. В общем, это две разные вещи. Если вы любите палочки помягче, то как раз таки Long вам понравится. Это какие-то мягкие, плавные проводки, не резкая анимация. Нравится, когда бланк грузится и отрабатывает рыбу. Это все как раз таки про Long. Вот очередной окушок тому доказательства. И вот сейчас я перешел уже на груз 3 грамма. Это верх теста. И покажу вам как этот спиннинг работает на таком монтаже. Как я сказал раньше, на полутора-двух граммах, возможно, любая анимация, даже резкая. Здесь же, по верху теста, то есть 3 грамма плюс Polaris 1.8 уже резко не провести приманку. Особенно если, как в моих условиях, есть какое-то течение. То есть это спиннинг для более мягких, плавных проводок. То есть вот такие вот спокойные проводки. Приманка играет. Ей можно задавать анимацию. И вот такая анимация, она особенно классно работает на каких-то пассивных приманках. Это слаги, черви, креатурки. И особенно по пассивной рыбе. То есть вот пассивную рыбу ловить с лонгом прям классно. И не важно, кто это. Окунь будет, щука, либо еще кто-то. Это прям замечательно. Ну и вот очередная рыбка на крючке. Вот палочка работает. И рыбка так, кстати, похоже, самая крупная за сегодня. Так, кто вообще у нас? Так, это... Это окунь приличный. Палочка отработала его просто изумительно. Тянул с дальней дистанции, как раз таки с участка, где впадает какой-то небольшой канальчик, либо ерик. Давай, парень. Опа! Да, вот там прям видно, как рыбка плещется. Ну и в целом лонгом я добрасываю до вступления вот в этот ерик, либо канал. Для впадения, точнее. Заброс есть. И сейчас плавненько-плавненько проводка грузика весом 3 грамма. Эти все пассивные проводки, мягкие, они, конечно, для более пассивной рыбы больше раскрываются. Ну и активную рыбу ловительней также спокойно позволяют. Вот реально, просто ехал по незнакомой мне местности и искал, где порыбачить. Одна река, один ерик какой-то, он более маленький был, более узкий, непримечательный. Еду дальше. Огромная река. Ну, можно половить на ближней дистанции, но все-таки поехал дальше и вот нашел вот этот ерик. Прям очень комфортный, очень уютный, защищен от ветра. Ну и в целом есть рыбка. Вот так вот. Незнакомое место, а в целом очень даже неплохое и рыбалка хорошая. Прям не нравится. Но сейчас прям кто-то очень мелкий. Эх, отвалился у самых ног уже при подъеме. Если нужно, то лонг можно использовать и с другими типами приманок. Например, с небольшими вращающимися блеснами в размерах 2,0, нулевка, колебалочки до 2,5-3 грамм. Либо небольшие воблеры, для которых не нужна какая-то активная анимация. Это, допустим, кренки до 25-30 миллиметров. Ну и вот так выглядит работа спиннинга на небольшом кренке длиной 28 миллиметров. Видно, как вершинка отрабатывает, как бланк загружается. В целом, равномерка вообще без каких-либо проблем. Но для рывковой анимации это, конечно же, нужен другой спиннинг. Ну и вообще, если вы выбираете спиннинг для того, чтобы ловить и блеснами, и мормышкой, и мигрухой, и воблерками, то это вам нужен Nano One Air. А лонг – это именно мормышка и Nano Jig. Но давайте сравним эти два спиннинга. Итак, вот у меня в руках два спиннинга. Сейчас это Nano Long Air. А теперь Nano One Air. Даже на потрях видно, как лонг лапшистее, чем One. И выбирать между этими двумя спиннингами я бы советовал следующим образом. Если вы ловите преимущественно на мормышку, на Nano Jig, на мигруху, то выбирайте лонг. А еще лонг подойдет в том случае, если основной размер вашей рыбы не превышает 100 грамм. На ней лонг работает лучше. One – это XUL Universal. И выбирать его стоит именно тогда, когда помимо микрухи Nano Jig и мормышки, вы еще прям регулярно используете блесны и воблеры. С блеснами и воблерами One позволяет работать намного комфортнее. И то, что лонг длиннее, чем One – это не дает ему прироста в дальности заброса. Это просто два спиннинга под разные задачи. На этом все. Надеюсь, ролик вам был интересен, был полезен. Я же был рад посетить вот эту интересную речушку, точнее Ерик, прогуляться по нему. Ну и в целом неплохо половить рыбу. Да, не было разнообразия, но красноперка и окунь – это тоже очень хорошо. Тем более в такой жаркий летний день. Не забывайте подписываться на наш канал, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok